Анастасия Наукна, Анастасия Баженова, Екатерина Кулаевна, Мария Ременьевна, состав команды Росква-1, Екатерина Козбина, Светлана Шевелева, Ольга Горнинченко, Евгения Кокасова. Встреча судьи международной категории Николай Грозин, Максим Саровичев. Спасибо. Команда приветствует. Ну и вот начинается последняя часть нашего марафона фехтовального. В спортивно-тренировочном комплексе Югспорт в Сочи сейчас будет разыгран заключительный комплект наград первенства России среди юниоров. Командное первенство, сабли, девушки. Ну и определим, какая из команд завоюет серебряную медаль, а какая золотую, какая из московских команд. Потому что в финале две сборные Москвы, первая и вторая команда. Давайте назову составы команд. Ольга Никитина, вот вы ее видите, лидер первой сборной Москвы и лидер всероссийского рейтинга. Вместе с ней в составе команды Екатерина Костина, Светлана Шевелева и запасная Евгения Подпаскова. Все спортсменки входят в первую десятку всероссийского рейтинга. Костина седьмая, Шевелева третья, Никитин, как я уже сказал, лидер. Подпаскова девятая. Бой готов? Начинаем. Вторую сборную возглавляет Анастасия Баженова, которая вчера выиграла золотую медаль в личном первенстве. И после этого она перешла во всероссийском рейтинге на шестое место. Ну, кроме того, вместе с ней в составе команды также Екатерина Коптилая, одиннадцатый номер рейтинга. Анастасия Наумова, тринадцатый номер. И Мария Мекина, она запасная, двадцатый номер всероссийского рейтинга. Начинается поединок Николай Хозин, арбитер. И вот первое результативное действие. И Ольга Никитина в поединке с Екатериной Коптилой. Открывает счет 1-0. Но вот, смотрите, Екатерина Коптилая сравнивает. Счет выравнивает ситуацию. Один раз они встречались в этом сезоне на Кубке России в Смоленске. 15-12 выиграла Ольга Никитина. Ольге Никитиной 17 лет. Она первый сезон выступает по юниорам. Но выступает очень успешно, потому что она уже успела выиграть этап юниорского Кубка мира в польском городе Сосновец. Заняла вторые места на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге и на озере Круглом. И третьи места на этапе Кубка мира в Пловдиве, в Болгарии. И вчера здесь также завоевала бронзовую медаль. В личном первенстве. Причем ее бой с Анастасией Кочетовой. Изобиловал сюжетными поворотами. Поначалу у Ольги Никитиной ничего не получалось. 10-2 повела Кочетова. Но потом вдруг у Ольги стало все получаться. И она даже вышла вперед. 14-13 ей до победы оставался один единственный удар. Но его нанести она не смогла. Анастасия Кочетова провела две точных атаки. Выиграла 15-14. Выиграла потом серебряную медаль. А чемпионок стала вот она. Анастасия Баженова. Ну а Ольга Никитина бронзовый призер. Ну сейчас Ольга Никитина со счетом 5-2 выиграла встречу у Екатерины Коптилы. И вот Анастасия Баженова и Екатерина Костина. Мы уже говорили, что никому здесь не удалось завоевать две золотые. медали. То есть выиграть турнир как в личном, так и в командном первенстве. И последний шанс на это вот имеет только Анастасия Баженова. Но правда все-таки первая московская команда, пожалуй, все-таки будет, конечно же, посильнее, чем вторая. В целом вот Анастасия Баженова отступает, но все равно получает удар. Божий. Все равно ни на этапах Кубка мира не была. Баженова. Также, кроме победы, вот Екатерина, Анастасия Баженова. Анастасия Баженова, кроме вчерашней победы, еще может занести себе в актив восьмое место на всероссийском турнире в Санкт-Петербурге. Точнее, шестое место, то есть вошла в восьмерку сильнейших, дошла до четвертьфинала. Отыграла она один удар. Один-один у них с Екатериной Костиной. Ну что ж, наверное, именно на Анастасию Баженову сейчас смотрят, как на лидера, который поведет команду вторую сборную Москвы за собой. А вот, по-моему, сейчас Анастасия Баженова получит желтую карточку. Да, совершенно верно, за то, что сорвалась раньше команды. Начинайте. Готовы? Четыре, шесть. Вот сейчас защита-ответ в исполнении Анастасии Баженова. Вообще, вчера она фехтовала просто потрясающе. Выиграла бои с результатами. Пятнадцать-три, пятнадцать-четыре. В полуфинале с Дарьей Абашевой пятнадцать-два. Да и в финале, собственно, с Анастасией Кочетовой Анастасия Баженова начала очень неуверенно, повела. В первый период выиграла восемь-три, но потом пропустила три удара подряд. И в этот момент как раз у Кочетовой случилась очень такая серьезная неприятность. Она повредила голеностоп. Так, вот сейчас Что-то не так, видимо. По крайней мере, Анастасия Баженова думает, что у Екатерины Костиной что-то не так с оборудованием подвержена. Бой готов. Странно, но бой продолжается. Так. И вот сейчас получает желтую карточку уже Екатерина Костина и Анастасия Баженова за то, что как раз дернулись раньше команды арбитра. А так как Анастасия Баженова и желтая карточка уже была, то штрафной удар ей присуждается и одно очко записывается в пользу Екатерины Костиной. 9-5. 4-3 выигрывает Костина эту встречу. Готовы? 6. Ну вот сейчас Баженова сравнивает счет в этом бою. 4-4. Но 6-9 все-таки вторая команда проигрывает. Не удалась сейчас атака Анастасии Баженовой. Екатерина Костина в атаке и достает свою соперницу. Выигрывает 5-4. Екатерина Костину встречу. И 10-6. Становится счет и выходит Анастасия Наумова. И Светлана Шевелева. Все, Светлана Шевелева в первой команде. Анастасия Наумова во второй. Светлана Шевелева третья во всероссийском рейтинге. Ей, кстати, совсем скоро через 8 дней исполнится 19 лет. Она представляет АМГФСО. А Анастасию Наумову ей 20 лет будет в этом году. Она тоже, кстати, представляет АМГФСО и МССОР номер 3. Вы ее, в общем-то, знаете под фамилией Гоголева. И, будучи Анастасией Гоголевой, Анастасия Наумова стала чемпионкой мира среди кадетов в 1992 году в Москве. Готовы? Начали. Ну, в этом сезоне она была в восьмерке сильнейших дважды в Санкт-Петербурге. И вчера заняла шестое место здесь, в Сочи. Ну, вот сейчас очень быстро Светлана Шевелева нанесла два удара. 12-6 счет. Готовы? Начали. Ну, защита, ответ. Прекрасный в исполнении Наумовой. Готовы? 12-7. Начали. Вообще, в этом турнире приняло участие всего пять команд, представляющие четыре региона. Две команды Москвы, по одной сборной с Московской и Новосибирской областей, с Санкт-Петербурга. В единственном четвертьфинале петербурженки выиграли команды Москвы 45-33. Но вот единственный регион, выставивший две команды, и завоевал в итоге золотую и серебряную медаль, потому что вторая сборная Москвы выиграла у петербурженых 45-28, а первая сборная в упорной борьбе победила 45-43 фехтовальщиц из Новосибирской области. Очень был упорный матч за третье место, в котором встречались сборные Новосибирской области и Санкт-Петербурга. Поначалу петербурженки уступали, но потом захватили инициативу, вышли вперед. Преимущество доходило до 8 ударов. Причем это было уже в седьмом бою, но в заключительных трех боях сибирячки вновь перехватили инициативу. На последний поединок София Познякова вышла при счете 38-40, но сумела нанести 7 ударов, а ее соперница Дарья Абашева была только 4, и в итоге сборная Новосибирской области в последний момент все-таки отвоевала бронзу у петербурженок, выиграв 45-44. Ну, надо сказать, что только что завершился мужской финал, который также был очень интересен. Тоже там выступала сборная Санкт-Петербурга, только на этот раз вместе с первой командой Москвы. Тоже по началу петербуржцы были впереди, но недолго. Первые два боя они вышли лидерами, а потом Андрей Гладков из команды Москвы вывел свою сборную вперед, и просто после этого москвичи уже не уступали лидерству. После семи боев они были впереди 35-22, а в восьмем бою Алексей Наумов один удар отыграл, 40-28. Но, тем не менее, казалось, что все решено, но нет, Кирилл Ефимов, чемпион России, сумел, можно сказать, навязать борьбу. Когда счет стал 40-43, подумалось, что, может быть, он сумеет все-таки и отыграть, сделать совершеннейшее чудо, но все же... Нет, Василий Шершов довел поединок до победы, 45-41 выиграла сборная Москвы и завоевала золотые медали. Ну и здесь, как я уже сказал, Москва выиграет золотые медали, а пока что 13-10 первая сборная Москвы выигрывает во второй. И на дорожке, как я уже говорил, отставлял Светлана Шевелева, Анастасия Наумова. Ну вот, зажигает один фонарь Анастасия Наумова, 13-11. И снова она в атаке. И добивается успеха 13-12. Минимальный разрыв в счете. Но первая сборная Москвы впереди. Кстати, уже встречались в одном из финалов первая и вторая сборная Москвы. Это был финал в соревнованиях шпажисток. Тогда первая сборная Москвы победила. Ну вот сейчас Светлана Шевелева из первой команды продолжает удерживать лидерство. 14-12. Сейчас обоюдные атаки. И пятнадцатый удар Светланы Шевелевой. То есть, хотя она эту встречу и проиграла со счетом 5-6, но 15-12. Первая сборная Москвы удерживает лидерство. И Екатерина Костина, Екатерина Коптилая. Тезки появляются на дорожке. Да, подтвердил свое решение Максим Рогушкин. Судья этой встречи. Вот Екатерина Коптилая. Екатерина Костина. Ее соперница. Итак, Екатерина Коптилая занимает во всероссийском рейтинге одиннадцатое место. Ну, вчера она была десятой. Выступала на этапах Кубка Мира в Польше и в Болгарии. Ну, не очень удачно. 17-й была в Польше, 26-й в Болгарии. С Екатериной Костиной в официальных поединках не встречались. Ну, конечно же. Так, очередная желтая карточка. Показана она Екатерине Костиной. Кстати, Костина и в предыдущем поединке с Анастасией Баженовой получила желтую карточку за то, что раньше времени дернулось. Ну, интересно, что тем самым той желтой карточкой она спровоцировала Анастасию Баженову, когда та получила тоже желтую карточку, которая была для нее второй, то есть красной стала. Ну, посмотрите, Екатерина Коптилая сокращает разрыв счета. 14-16. Ну, а сейчас атаки обоюдные. И снова обоюдные атаки. Ну, а сейчас 17-14. Снова Екатерина Костина восстанавливает преимущество в 3 удара. Вот Екатерина Коптила и атаковала неудачно. Костина. Костина атакует и добивается своего. Екатерина Коптила и в такой шпагат, полушпагат, скажем так, даже села, но это ее не спасло. Костина даже и потом подняла, подала руку. Но, правда, Екатерина Коптила и без ее помощи сумела подняться. А вот сейчас Костина наносит 19-й удар. 19-14. Уходит немножко вперед. Первая московская команда. И в следующем бою Ольга Никитина встретится с Анастасией Наумовой. Спортсменки, которые в разные годы выигрывали золото. Кадетское мировое золото. Причем, если Ольга Никитина этого добилась в прошлом году, то Анастасия Наумова, напомню, в 2012-м. Когда турнир проходил в Москве. Продолжаем. Так. Продолжается этот поединок. Четвертый бой. Нет никому. Напомню, он идет до 20-го удара. Так. Атака обоедна. В бою. Готовы. Ну, пока счет 19-15. Алексей Фросин здесь. Атака обоедна. Старший тренер. В бою. Нашей сабельной команды. Готовы. По резерву. То есть юниорской, кадетской. Вот неудачно атаковала Коптила. И у Екатерины Костиной появляется шанс. Да. И она его использует. 20-15. 5-3. Она выиграла эту встречу. Вот Ольга Никитина принимает у нее эстафету. А Анастасия Наумова принимает эстафету у Екатерины Коптилой. Прошлый год Ольга Никитина прекрасно провела по кадетам. И стала победительницей чемпионкой мира среди кадетов в Ташкенте. Чемпионкой Европы в Мари-Боре. Но, кстати, что интересно, только чемпионкой России среди кадетов она не стала. Она уступила тогда в финале представительница Новосибирска Александре Климовой. Боя. Готовы. Начинаем. Вот в этом году Ольга Никитина продолжает выступать успешным. И сейчас наносит еще один удар. Уходит чуть-чуть вперед. Единок двух чемпионов мира в Кадетске. Парад репост в исполнении Ольги Никитиной. 22-15. Вот первая команда Москвы начинает постепенно уходить вперед. Начинаем. Уже семь ударов достигает ее преимущества. Ну, Наумова в атаке и... А у Дарта наносит Ольга Никитина 23-15. Она представляет ЦСКА, воспитанница тренера Анзора Гагулашвили. Нашего известного специалиста, который работает, кстати, и с паралимпийцами. Начинаем. Которые тоже, кстати, сейчас отбираются на паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Не только наша первая команда. Ну, тем временем все очень быстро закончилось. И Ольгу Никитину сменяет Светлана Шевелева. И Анастасия Баженова за вторую сборную Москвы. И вы знаете, если Анастасия Баженова все-таки хочет выиграть здесь две золотые медали, нужно что-то менять. Вот Анастасия Баженова. Шестой поединок. Закончат они таким образом второй круг. Ну, а счет 25-15. Ольга Никитина выиграла 5-0 у Анастасии Наумовой. Готово. Начинаем. Анастасия Баженова сейчас не попала в атаке. Светлана Шевелева атакует. И наносит удар 26-15. Ну, мы видели, что в предыдущем бою 13 ударов сумел нанести Кирилл Ефимов. Василию Шершову 13-5 выиграл. Но все равно чемпионами стали москвичи. Лево-направо. Ну, а здесь второй удар подряд Светланы Шевелевой. И счет уже становится 27-15. Снова Анастасия Баженова не справляется со своей задачей нанести удара Светланы Шевелевой. Третий подряд удар наносит и делает счет уже 28-15. Почти двукратное преимущество. Ну, Анастасия, видите, Баженова улыбается. Наверное, все-таки задача свою на турнир она выполнила, выиграв личную золотую медаль. А уже командная награда будет приятным дополнением. Командная награда у нее тоже будет. Как минимум серебряная. Готовы. Начинаем. Опа, так слева. Да. Как? Не милосердно так, Светлана, Шевелева. Слышали, наверное, звук. Готовы. Начинаем. Сильный такой удар нанесла Анастасия Баженова. Ну, вот видите, Баженова, а так, пять. Выходила в атаку, ну, как-то просто рана махнула. Саблей. Ну, а Светлана Шевелева в ответной атаке добилась успеха. Счет стал 30-15. Второй раз подряд со счетом 5-0 выиграла представительница первой сборной Москвы. Ну, и, собственно, знаете, и какого-то задора-то не видно. Похоже, что спортсменки из второй команды Москвы согласны быть вторыми не только в Москве, но и в России. Нет, это у нас ведь... Готовы? Мария Мекина, по-моему, вышла на дорожку. Нет, или... Я не начал. Так. Да, Мария Мекина на дорожке. Замена. Нет? Готовы? У сборной команды Москвы. Готовы? Второй команды. Так, кто боится. К бою. Или... Все все-таки ошибся. Ладно, давайте смотреть. Следить за поединком. Стоп. Правая, как-то не на ум. Нет, Наумова все-таки, да, Анастасия Наумова. Сокращает она разрыв в счете. 30-16 во встрече с Екатериной Костиной. И первый удар после таких двухпровальных для второй команды боев. 2 по 0,5. Ну, 2 по 0,5. Я имею в виду сейчас результаты поединков. А не то, что некоторые из вас подумали. Бои готовы. 30-17. Сборная Москвы первая впереди. Бои готовы. Я пока... Есть время. Есть пауза. Напомню всех победителей первенства России среди юниоров. Бои готовы. Шпага. Юноши. Олег Кныш. Санкт-Петербург выиграл личное первенство. А в командном турнире сборная Московской области оказалась сильнейшей. У девушек по шпаге в личном турнире победила Ирина Охотникова, представительница Самарской области, которая, кстати, уже вчера выступала на этапе Кубка Мира в Дижоне во Франции. Вошла в число 16 лучших. Ну, там была бронзовым призером Алена Комарова, соперница ее по финалу. В командном первенстве по шпаге сильнейшими оказались москвички. Как я уже вспоминал, Москва-1 и Москва-2, так же, как и здесь, фехтовали в финале. И выиграла тогда первая сборная Москвы. Затем три дня подряд соревновались реперисты. В личном первенстве у юношей сильнейшим стал Искандер Ахметов. В командном турнире победили петербуржцы. У девушек в личном первенстве Марта Мартьянова заняла первое место. А командный турнир закончился победой реперисток Москвы. Ну и вот сабля в личном первенстве победы одержали Кирилл Ефимов, Санкт-Петербург, Анастасия Баженова, Москва. Командное первенство у юношей выиграли москвичи. Ну и, собственно, и у девушек выиграли москвички. Вот только вопрос остается, какая первая команда или вторая. Первая команда намного ближе сейчас к победе. выигрывает со счетом 32-18 у второй сборной. Ну и, честно говоря, не видно такого сверхжелания у второй команды отыграть вот эти удары, которых уже накопилось, конечно, очень много. 33-18, правда, Анастасия Наумова просит посмотреть арбитру, точнее, чтобы арбитр посмотрел видеоповтор. Да, 32-19 он посмотрел и согласился с тем, что был не совсем прав своим решением. Присудил удар Анастасии Наумовой, но тут же Екатерина Костина нанесла еще один удар. 33-19 и 33-20. Продолжает Анастасия Наумова успешное действие. Сокращает она разрыв в счете, но слишком, наверное, все-таки много было упущено в предыдущих двух боях. Причем участницей одного из них была она. 0-5 с Ольгой Никитиной и тут же 0-5 Баженова со Светланой Шевелевой. Ну и вот счет 21-34 сейчас в пользу первой сборной Москвы. Сейчас Максим Рогушкин посмотрит видеоповтор по просьбе Екатерины Костиной, поскольку первоначально он присудил удар Анастасии Наумовой. Нет, не изменил он своего решения. 22-34. К бою. Готовы. Продолжается поединок. Идет седьмой. Идет седьмой бой. Надо сказать, что в рейтинге юниороков... Вот Костин нанесла еще один удар. 35-22. То есть, несмотря на поражение некоторое со счетом 5-7, в этой встрече первая сборная Москвы уверенно лидирует. И Светлана Шевелева с Екатериной Коптилой выходят на предпоследний бой этой встречи. На предпоследний бой этого турнира, соревнований саблисток. На предпоследний бой сегодняшнего дня, где были разыграны две золотые медали. Ну, пока одна, если быть формалистом уж. Пока одна, вот разыгрывается вторая. И на предпоследний бой всего первенства России среди юниоров 2016 года. Давайте посмотрим, пока спортсменки приводят себя в порядок. Посмотрим на международный рейтинг. В нем пока что сборная России, женская сборная России, юниорская, занимает первое место. И уже в этом сезоне россиянки тогда выиграли, напомним, чемпионат Европы в Мориборе, были вторыми в Ташкенте на первенстве мира на юниорском. Ну, а уже в этом сезоне, этой осенью, заняли первое место на этапе Кубка мира в польском городе Сосновец и второе в Германии, в Дармагене. Пока что они, набрав 312 очков, в рейтинге занимают первое место, опережая на 8 очков команду Франции. Пока я об этом рассказывал, спортсменки нанесли по одному удару. Екатерина Коптилая сейчас проводит успешную атаку, сокращает разрыв в счете. 24-36. Так, желтая карточка очередная. Екатерина Коптилой. И все за то же нарушение. Ну, а сейчас Светлана Шевелева наказывает свою соперницу ударом. 37-24. И 38. Готово? 38-24. Остается совсем немного, наверное, до окончания этого боя. Вот снова Светлана Шевелева в атаке, но не достает. Коптилая уже. Стоп. Атакует, наносит удар. На левую. 38-25. Готово? Пользуясь случаем, опять же, хочу напомнить о новом интернет-проекте Федерации фехтования России и компании Росфенсинг ТВ. Прости, телеканала Росфенсинг ТВ. Снимайте сюжеты о фехтовании, присылайте их нам. Начали. И итоги этого конкурса лучшие сюжеты будут отмечены специальными призами. Итоги конкурса будут подведены во время чемпионата России, потому что среди взрослых в Омске, который пройдет в апреле. Готово? Ну а на официальном сайте, на официальном сайте Федерации фехтования России и русфенсинг.ру вы можете прочитать все условия конкурса, все адреса, куда слать свои сюжеты. 38-27. Видите, застопорилось немножко дело у Светланы Шевелевой и Екатерина Коптилая понемножечку сокращает разрыв в счете, а заодно Светлана Шевелева и получает еще желтую карточку. Обоюдные сейчас уколы. Простите, удары у нас же сабли. Светлана Шевелева в атаке, но Екатерина Коптилая была к этому готова и вот разрыв сокращается немножко до 10-ти ударов 38-28. Ну вот сейчас Светлана Шевелева наносит 39-й удар, 39-28. Готово? Начали. Ну а сейчас у нее появляется шанс завершить этот бой и она это использует 40-28. Пусть уступила со счетом 5-6 эту встречу, но главную задачу она выполнила. 40-28 впереди первая сборная Москвы и Ольга Никитина в поединке с Анастасией Баженовой. Должна будет оформить итог этой встречи. Ну, слишком может много и, конечно, Ольга Никитина не позволит себе, я думаю, проиграть сопернице, дать возможность сопернице отыграть 12 ударов. Ну что, лидер всероссийского рейтинга и чемпионка России действующая, вчера выигравшая это звание. Вот Анастасия Баженова, Ольга Никитина. Интересно, что в мужском финале именно при счете 40-28 на последний бой вышел Кирилл Ефимов, представитель сборной Санкт-Петербурга и нанес 13 ударов. Конечно, не отыгравшись, но вернув интригу в эту встречу. Ну, а что здесь? Ну, не похоже, не похоже. Начинает Ольга Никитина. Успешно. Ну, что ж, не будет у нас, наверное, все-таки ни одного двукратного победителя. Ну, так даже интересно. Большее количество спортсменов, значит, вернется домой с золотыми медалями. 42-28. Бой. Шестеро в личном первенстве. Выиграли золото. И 24 спортсменов командам. То есть всего 30 человек. У нас 30 новых победителей первенства России. А вот так вправо, да, налево. Будет. Ну, вот и Анастасия Баженова наносит удар. 42-29. Ну, все-таки, пожалуй, интересный здесь только счет. Уже плейдинга. Давайте я напомню имена бронзовых медалисток. Фехтовальщицы из Новосибирской области. София Познякова, Анастасия Басалаева, Полина Стадничук, Регина Ануфриева. Завоевали бронзовые медали. Ну, а что касается, называть того, кто выиграл золото, кто серебро, давайте все-таки чуть-чуть подождем. Хотя бы еще ударчик два. Ну, вот за линию заступает Анастасия Баженова. 43-й удар Ольги Никитиной. 43-31 становится счет. Не забудьте, что по окончании нашей трансляции вы еще... Точнее, по окончании репортажа трансляция продолжится. Так правильно будет сказать. И вы увидите церемонию награждения. Сребряные медали получат спортсменки из второй команды Москвы. Анастасия Наумова, Анастасия Баженова, Екатерина Коптилая, Мария Мекина. Ну, а чемпионки в этом уже нет сомнений. Екатерина Костина, Светлана Шевелева, Ольга Никитина, Евгения Подпаскова из первой команды Москвы. Хотя вот Анастасия Баженова сокращает разрыв в счете. 44-32. Ну и напомним, что будет организована трансляция из Кадетского первенства России, которая пройдет с 27 января по 3 февраля. Здесь же в спортивно-тренировочном комплексе Югспорта. Вот Ольга Никитина наносит заключительный удар турнира и всего чемпионата в целом. 45-32. Первая сборная Москвы побеждает. И выигрывает золотые медали. А мы тем самым завершаем трансляцию. Нам очень приятно было быть с вами. Слушайте. Дальше наша трансляция организована в Федерации фехтования России. Компании ТСМ. Режиссер трансляции Данил Гудков. Комментатор Алексей Попов. Всего доброго. До свидания. Ну и до новых встреч. Надеюсь. Субтитры сделал DimaTorzok